Доброго времени суток! Хотел бы рассказать всем слушателям о заповеди Мизузы. Мизуза крепится к дверным косякам еврейских домов, офисов, магазинов и прочих мест пребывания людей. Она содержит внутри себя лист пергамента с написанными на нем двумя отрывками истории, которые содержатся в молитве «Шма Исраэль», которая говорит о единстве Бога. Она начинается со стиха «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один» и продолжается заповедью «Любить Всевышнего всем своим сердцем». Эти отрывки содержатся в Торе, в главах Вайт-Канан и главе Эков. Таким образом, заповедь об установлении Мизузы вытекает непосредственно из слов письменной Торы. Пергамент Мизузы помещается в небольшой корпус и прикрепляется к дверным косякам. Мизуза обладает важными свойствами, часть которых упоминается в самом тексте Мизузы, как сказано «Лэманих буйемехем виемей бенехем», что является обещанием продления жизни ваших и ваших детей. На внешней стороне пергамента Мизузы написано слово «Шадай», одно из имен Всевышнего, и также является акронимом слов «Шамер для тот Исраэль», оберегающий еврейские входы. Таким образом, Мизуза является оберегом, который защищает и оберегает всех жителей дома, как находящихся в доме, так и за его пределами. Первое историческое свидетельство о Мизузе мудрецы находят в Талмуде в рассказе о знаменитом гере Онкилусе. Талмуд рассказывает, что римский император, узнав о том, что Онкилус, который приходился ему племянником, ведет еврейскую жизнь и просвещает других, послал к нему своих солдат, чтобы те его схватили и привели во дворец. Солдаты пришли к Онкилусу, но были столь впечатлены его мудростью и мудростью Торы, что сами решили перейти в иудаизм. Император послал очередную группу солдат, но с ними произошло то же самое. Тогда он отправил еще одну группу, но на этот раз он запретил им общаться с Онкилусом. Когда они выводили мудреца Торы из дома, он на их удивление протянул руку к Мизузе и коснулся ее. Увидев удивление на лице солдат, он спросил, хотят ли они услышать объяснение только что виденного поведения. Они согласились. Тогда Онкилус сказал им следующее. Во всем мире принято, что царь сидит во внутреннем дворце, а стража охраняет его снаружи, однако Всевышний делает все наоборот. Его слуги сидят в своих домах, а он защищает их снаружи. Как сказано в Тигелим, Бог будет охранять твой выход и твой вход, отныне и вовек. Существует множество деталей того, где и как правильно вешать Мизузу. Мы с вами уже переступили порог месяца и люль, в течение которого есть обычаи еврейского народа проверять кошерность Мизуза и твилинов, тем более позаботиться об их наличии на случай, если их нет. Поэтому в свете всего выше сказано я обращаюсь ко всем русскоязычным жителям Хадеры. Если у вас нет Мизуза на входе вашего дома или квартиры, или вы никогда не проверяли их кошерность, или просто не знаете и не умеете их правильно вешать, под видео я оставляю заявку, которую нужно заполнить, чтобы получить в подарок бесплатную кошерную Мизузу, которую я же помогу вам установить на входе вашего дома. Всего доброго! Ктива вахатимату вам!